Повторюсь, мы должны проводить время с нашими детьми, если хотим повлиять на их жизнь. Позвольте дать вам несколько советов, как следует поступать, я усвоил это на собственном опыте. Раньше, еще до появления детей, я садился за стол вместе с Дотти и с удовольствием погружался в чтение газеты, пока мы завтракали и пили кофе. Однажды Дотти все это надоело, и она сказала мне, «Дорогой, ты не мог бы отложить свою газету? Мы совершенно не общаемся за столом, я просто сижу рядом с тобой, а ты все время читаешь. Я сказал, знаешь, я об этом как-то не задумывался. С того самого дня не могу вспомнить ни одного раза, чтобы я за едой читал газету. И знаете, оно того стоило, особенно когда у нас появились дети. Так что призываю вас, цените совместную еду, как шанс сосредоточиться на семье, отключите и телевизор, и телефон. Знаете, что показало исследование Колумбийского университета? Чем чаще дети едят за одним столом с родителями, тем крепче их здоровье, выше оценки в школе, тем реже они демонстрируют антисоциальное поведение и больше желают быть дома. Все это напрямую связано с количеством времени, проводимого за столом с родителями. Постарайтесь провести это время с пользой. Отключите свой сотовый, находясь рядом с ребенком. От этого земля не перестанет вращаться. Отключите свой сотовый, хоть на полчаса, когда едете с ребенком в машине, поговорите с ребенком. А еще не позволяйте другим людям отрывать вас от общения с детьми. Поделюсь личным опытом. Какое-то время мы жили в городке Джулиан, что в 40 милях от Сан-Диего. Это один из главных туристических городов Калифорнии. Когда расползлись слухи о том, что я там поселился, люди стали приезжать в городок, чаще всего в выходные, чтобы, если повезет, встретить меня на улице и поговорить. Так вот, когда я выбирался в центр с одним из моих детей, то почти каждый раз кто-нибудь подходил ко мне и говорил «О, вы Джош Макдауэлл!» Я отвечал «Ну да». За этим следовало, знаете, я проделал долгий путь из Лос-Анджелеса. Я гнал машину из самого Искандидо. Только чтобы увидеться с вами. Мы можем поговорить? И знаете, что я обычно отвечал? Нет. Вы скажете «Но люди проделали такой путь». Так нужно было связаться со мной заранее. Я бы сразу сказал «Не пойдет, этот день я провожу с моей дочерью». Понимаете, что это значило для ребенка? Папа меня так ценит. Конечно, иногда я чувствовал, что надо бы поговорить с человеком. В таких случаях я всегда просил разрешения у ребенка. Так однажды, когда мы гуляли с Шоном, приехал врач из Скрипсовского института. И я спросил «Шон, ничего, если мы вместе попьем кофе?» «Конечно, папа». Кстати, этот человек писал книгу о сексуальности и хотел поговорить об этом. Мой сын весь обратился вслух. И это был один из лучших уроков нравственности, который он когда-либо получал. Впрочем, такие случаи были редки. Обычно я говорил людям, какими бы важными они ни были, извините, но я гуляю с моим ребенком. Субтитры создавал DimaTorzok